Европа Плюс на радио 99,5 А у нас тем временем гости в студии Миколык, руководитель отдела ботаники Латвийского музея природы Инта Даниэла Здравствуйте, доброе утро! Здравствуйте, доброе утро! Гость в студии Здравствуй, мил человек Проходи, гостем будешь Выпьем, закусим О делах наших скорбных покалякаем Гость в студии Телефон прямого эфира 672 12 93 9 Не будем мы сегодня говорить о политике Во всяком случае в этом части Поговорим о грибах Появилась информация о том, что уже в лесу появились первые лисички А вот не рановато ли? Ну, это каждый год люди удивляются, почему так рано Но если это уже каждый год, то, наверное, не рано Это уже обыкновенно Нормально, нормально А много вообще сейчас в лесу грибов? Ну, я не знаю, как в лесу Потому что, ну, так по-настоящему Вот последние дни в лесу не было, да Но я сужу по тому, как уже появляются грибы на газонах Значит, если в Риге в газонах есть, то должны обязательно быть в лесу тоже А на кого такие грибы? Что за газоны? Такие вот у меня сразу Ну, просто я иду пешком Так, смотрите на газоны И смотрю на газоны А если там уже вот какие-то поганки появились, значит и должны быть и съедобные грибы в лесу Там у нас на газонах только не съедобные растут Ну, почему? Растут и шампиньоны Уже тоже появились в этом году, уже видела Ну, конечно, в центре города собирать грибы, ну, это не самое хорошее место А это вот вообще нормально, что грибы распространились уже, скажем, в городе? Это совсем нормально Потому что раньше я такого не замечала А теперь замечаете? Нет, ну, после того, как и сказали Надо просто смотреть И тогда вы тоже заметите Ну, например, в самом центре города вырос один очень хороший, вкусный съедобный гриб Который, наверное, видели почти все, которые проходили, ну, Бриви и Басмима Это, ну, православная церковь там Очень большой, это сырный трутовик вырос Очень красивый На газоне? Ну, это на дереве, но это в городе Его можно есть? Можно есть и очень вкусный гриб Его деревесные грибы, их можно есть? Ну, не все, конечно Несколько видов трутовиков только съедобные Потому что обычно трутовики, ну, они, конечно, не ядовитые Но попробуйте съесть ее, если это как древесина, да? Если его еще не съели, значит, просто, наверное, люди не очень хорошо разбираются в этом Нет, там загорожено Там идут какие-то работы И я думаю, что, может быть, если бы не съели, то обязательно сорвали, затоптали ногами и поэтому, ну, просто уничтожили бы А так, очень долго там был этот гриб, очень хорошо смотрелся Вот теперь, не знаю, наверное, уже там уже кончились эти плодовые тела Ну, так что бывает и в центре Риги съедобные грибы Ну, я знаю место, там большая липа возле этой, ну, теница, напротив оперы И там каждый год, там очень много этих городских шампиньонов И этот шампиньон городской, он настолько крепкий, эта шляпка настолько крепкая, что она может вырасти через асфальт И там это, ну, улица, улица, там идут троллейбусы, там эти, ну, столбы, ну, и между этими столбами и улица, там полметра от улицы, там, ну, выросли эти шампиньоны Это какая сила должна быть? Согреба, что можно летать? Ну, там, правда, там трещины есть в асфальте, но он вырос через... Ну, теоретически их можно и всех есть, пищу потреблять Ну, теоретически, да, но все-таки какое-то загрязнение есть в городе, и, конечно, в центре города, ну, не надо собирать грибы А вот такая долгая, долго затянувшаяся зима у нас в этом году, она никак не повлияла на грибы? Ну, у нас такие очень изменчивые условия природы, это уже у нас норма У нас никогда неизвестно, какая будет зима, какая будет весна, какое лето И все, не только грибы, все организмы, и животные, и растения, они приспособлены к тому, что эти природные условия очень изменчивы И такие, которые не могут приспособиться, они просто у нас не бывают, не растут Ну, у нас нет так, что вот все, там 30 марта кончилась зима, и 1 июня началось лето, и вот так каждый год У нас каждый год... У нас в прошлом году был случай, когда в январе из-за теплой зимы грибы росли, отмечали Да, да, были лисички, это, по-моему, не в прошлом году, но несколько лет назад Ну, мы как раз ездили на какие-то биотопы, по-моему, 10-го, 11-го января И уже был такой довольно длинный отепель, и уже вот какой-то мокрый снег пошел, и погода такая страшная И там по краю шоссе стоял маленький ребенок, там 8-10 лет, и продавал свежие лисички И мы там купили эти лисички, не потому что они нам очень нужны, просто жалко было ребенка Который уже в таком мокром снегу стоит и продает лисички, это было 10-го или 11-го января Ну, а вот если говорить, скажем, об урожайности грибов, есть ведь какая-то определенная цикличность То есть говорят, если один год был урожайным на грибы, то в следующем году грибов будет мало или вообще не будет, и так далее Вот можно делать все-таки по этому принципу и признаку какие-то выводы на этот год, на это лето, на эту осень? Раньше как будто были вот такие, ну, считали, что там боровики появляются каждые 4 года Ну, по моим наблюдениям, это как-то, ну, нет такого совпадения Просто если есть подходящие условия, то грибы есть, если нет, то они нет Но пока кажется, что условия очень подходящие, потому что есть и тепло, и не слишком жарко Когда уже там 30 градусов, уже слишком жарко А вот если вот такая температура выше 20 и хватает влажности, то будут грибы То есть вы предрекаете, прогнозируете, что будут хорошие грибы? Нет, это надо спросить не мне, а метеорологам, какая будет погода То есть если будет лето влажным и не жарким, то, в принципе, грибов будет достаточно много А вот у меня такой вопрос, может быть, практически За грибами ходят очень многие, я тоже очень люблю собирать грибы А как их правильно нужно срезать, чтобы вот не нарушить? Это две школы есть такие, борются между собой две точки зрения Ну вот, может быть, наши гости расскажут сейчас И срезать или вынимать вместе полностью с ножками? Если вы хорошо этот гриб знаете, если вы собираете, ну и хотите жарить там или варить Обязательно надо срезать, потому что тогда вы видите вот эти дырочки личинок, да И вы, эти грибы будут чистые Если вы не уверены, что это за гриб Если вы там хотите смотреть в определители или вот принести к нам в музей Надо взять ножкой Мы всегда на выставке, мы всегда выставляем грибы с целой ножкой Ну, конечно, не надо выдирать так вместе с мухом и вместе с этой грибницей Лучше вот как это, ну, как эту лампочку выкручивают, да Надо выкручивать Но это только для того, чтобы, ну, посмотреть Если там какой-то клубень или что-то такое Или, ну, какое-то утолщение Мухоморета или что-то Какие-то признаки посмотреть В общем, ученые грибы выкручивают А те, кто хотят их есть, они срезают Да, ученые выкручивают, да А мох вот можно приподнимать как-то? Если, допустим, бывает же такое, что лисички, они прямо под мхом разрастаются Ну, зачем? Зачем? Они же такие маленькие Ну, пусть подрастут Ну, насколько это вредно? Ну, конечно, это вредно, да Но если мы иногда смотрим вот кабаны, что они делают в лесу, да Или вот эта лесная техника, ни один грибник что-то такое сделать не может в лесу, да И все равно грибы растут, может быть, не те, может быть, растут другие, да Ну, как это в природе тоже всякое бывает И против кабанов мы ничего там не можем сделать, да У нас был звонок только что, телефон фирмового эфира 6-7-2-12-93-9 Так, наушники у вас есть? Здравствуйте Здравствуйте Доброе утро Здравствуйте, я хотел поинтересоваться, есть ли у нас в Латвии трюфеля, где они растут, и если есть, где их можно попробовать? Спасибо Да, у нас есть трюфеля, но их надо искать У нас есть даже такое общество, которое уже занимается выращиванием трюфелей Ну, наверное, если уже речь пойдет о трюфелях, надо мою коллегу Диану пригласить, она как раз этим занимается Да, у нас трюфеля найдены Но если это подземный гриб, это обязательно не трюфеля, да, подземные грибы тоже бывают разные Если это трюфель, то это не обязательно седобный трюфель, и бывают и такие, ну, мелкие и неседобные трюфеля И если это даже седобный, то, может быть, это, ну, не тот самый-самый вот деликатес Так что, ну, там еще есть собран материал, может быть, там все до конца не определено Но уже в прошлом году были сообщения, да, люди нашли, были трюфеля А вот самим их как-то можно выращивать? Выращивают уже Может быть, нам как-то бизнес наладят? Ну, я не имею в виду нас с вами Да, уже есть, уже есть общество, которое занимается Но нам там надо ждать еще, там в первые годы еще эти трюфеля не будут, да Надо вот подождать несколько лет, надо подождать результаты Ну, если в Финляндии растут, в Швеции растут, почему бы у нас не росли? Но это не моя тема, да, так что действительно Ну, считайте, теоретически это возможно? Да, 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 это возможно, да И искать, как раз у моих коллег Дианы есть собака, которая умеет искать трюфеля Ну, да, она вот пока вот в прошлом году еще тренировалась на, ну, спрятанной где-то, да Потому что, ну, собаке тоже неинтересно искать, когда нет никаких возможностей найти, да Собака всегда, ну, как, воспринимает, как игру, да И, ну, она очень хорошо вот нашла, если вот где-то спрятаны в лесу Какая порода? Не знаете? Велса спрингер спанельс, как это? Спанель Спанель, ну, Велса спрингер спанельс У нас есть, у нас есть вот вопрос в нашем чате Как миколог со стажем вы должны знать, как оригинально можно приготовить лисички Подскажите рецепцию Ну, вы знаете эту пословицу про сапожника? Без сапог Сапожник всегда без сапог, миколог всегда без грибов, да У меня ничего нет на зиму заготовлено Я собираю только те, которых можно сразу жарить И, ну, беру столько, сколько я могу сразу дома пожарить быстро И я как-то вот не занимаюсь этой кулинарией И вообще, ну, мне кажется, чем меньше обрабатывает И чем меньше что-то добавляет, тем лучше, да Так что я не люблю готовить вот такие очень сложные блюда Ну, просто я, я просто, ну, пожарить и все Пожарить там, ну, если там добавить сметану или что-то еще Ну, это как каждому лучше нравится Напоминаю, что у нас сегодня в гостях миколог и руководитель отдела ботаники Латвийского музея природы Инита Даниила У нас сейчас перерыв на новости и на рекламу, а потом вернемся и продолжим О грибах мы сегодня говорим, оставайтесь с нами Здравствуй, мил человек Проходи, гостем будешь Выпьем, закусим О делах наших скорбных покалякаем Гость в студии Снова доброе утро, напоминаю, что у нас сегодня в гостях миколог Инита Даниила Мы сегодня говорим о грибах Телефон прямого эфира 672 12 93 9 Звоните нам, пожалуйста, в студию Вопросы из чата Чаще белые грибы растут по одному, но бывает, что на квадратном метре их много От чего это зависит? Ну, грибница довольно большая, да И, ну, может быть, там, ну, как условия, может быть, там выросло одно плодовое тело Может быть, ноги, потому что гриб, в самом деле, находится под землей, да И то, что мы видим, эти плодовые тела, это, ну, можно сравнивать, как яблоки у яблони, да И тоже бывает, что иногда у одной яблони два яблока, у другой там несколько сотен, да Так что, там, ну, какие условия, и как, один год вообще ничего нет Это не значит, что там вообще нету этой грибницы, да А другой год в том же самом месте очень много По поводу грибов очень много мифов Если почитать, допустим, форумы специализированные, то вот, где грибники делятся тоже своими впечатлениями Можно очень обнаружить много интересных заявлений Вот, например, некоторые утверждают, что грибы растут очень быстро За несколько часов гриб якобы уже может вырасти, особенно если дождь прошел, это правда? Да, некоторые, действительно, плодовые тела живут только несколько часов, наверное, у некоторых навозников Но это, конечно, очень такие мелкие, маленькие грибы Это плодовое тело появляется уже, и уже через два часа там уже ничего не осталось, да Только несколько часов Ну, такой рекорд по скорости роста Это веселка, по-моему, да Есть такое, есть Да, да Эта веселка растет буквально на глазах И можно, ну, так наблюдать, как она вырастает Ну, просто ни у кого, наверное, нет такого, ну, терпения, там, два часа сидеть и смотреть, да Но за два часа вырастает довольно большое плодовое тело А вы расскажете, как она выглядит и где ее обычно можно найти, может быть, по каким-то определенным деревам? Сначала как яйцо Действительно, как яйцо Растут в таких, ну, богатых лесах Никогда не найдет в таком, ну, дамской сосны, да Где там, в таком сосновом лесу Там, где такая, ну, богатая почва В еловых лесах, смешанных лиственных лесах Иногда даже в таких кустарниках И сначала, ну, действительно, как яйцо курицы Даже по размерам И потом очень быстро из этого яйца вырастает, ну, такая, ну, высоты 15 сантиметров ножка И в конце вот такая, ну, как будто шляпка Ну, это не настоящая шляпка, да И эта шляпка покрыта такими, ну, зелеными, ну, глютос Глютос, ну, зеленой слизью покрыта И эта шляпка очень воняет, очень неприятный запах Да, и можно по запаху идти Вот если вы чувствуете, ну, какой-то запах Ну, как же, ну, бейкс дивный оценишь какого-то, ну Ну, какой-то труп животного Ну, да, да, какой-то труп животного или что-то Ну, действительно, очень неприятный запах И можно по запаху идти и найти Там это пахнет за 100 или 200 метров Я теперь понимаю, почему мало кто наблюдал за всем, как она растет С потеплением у нас новых грибов не появляется, видов? Ну, появляется Потому, ну, как кто находит? Может быть, они уже давно были, никто не заметил Это же так просто Вы прошли по другой стороне дерева и не увидели, да? Появляется Два года назад мы нашли новый вид для Латвии в центре города Да, 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 ну, нашли, да Какой вид? Может быть, кто-то не в курсе Ну, по-моему, там даже такого, ну, это маленький несъедобный гриб Ну, по-моему, там такого даже русского названия нету Лейко-копринус, да, ну, это такое Обычно эти грибы этого рода растут в каких-то, ну, горшках, цветах Или, ну, в теплицах, там, ну, и это как-то, ну, наверное, завезен вместе с почвой Ну, как, из тропических стран Или, наверное, где-то вырос сначала, ну, в какой-то Ну, ну, как у нас выставляют эти большие горшки с цветами Я помню, в газетах писали, что я Да, 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 да В центре города работницы музея Народа нашли гриб такой, который где-то там в Южной Америке растет Да, 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 так что всякое может быть И у нас есть один такой, ну, любитель грибов, который живет в земной калнце, да И он там в своем земной калнце лесу, он все там находит Да, и он как раз в прошлом году, ну, Сергей, он нашел такой, ну, Милзу-скроб сдваянный, это звездовик такой Который в нулевой категории красной книги, который не был найден уже 50 лет Ну, как исчезнувший, да, и где-то в национальном парке Гауи 50 лет назад А он в прошлом году нашел земной калнце Ну, этот гриб так и растет, там его не срезали, ничего? Ну, просто люди же не замечают И если очень так, ну, внимательно смотреть, очень многое что можно увидеть Так судьба этого звездовика какая? Его срезали или все-таки оставили? Ну, оставили там, ну, взяли, ну, плодовое тело для музея, потому что у нас в Гербарии такого не было Ну, посмотрим, ну, грибница же осталась для грибов Самое главное, чтобы не испортить это место, где они росли, да Если там взять плодовое тело, это, ну, как уже я сравнила Это взять как яблоко с яблони Главное это, чтобы лес остался, чтобы это место осталось, да, чтобы грибница сохранилась Ну, это те, что у нас ни один вид грибов не исчез? Ну, ну, трудно сказать Если вот мы долгое время не нашли, это не значит, что она и исчез, да Ну, они, может быть, исчезают в каком-то одном месте и появляются в другом месте Потому что вся природа меняется, меняются условия, да Есть, ну, это если смотреть, ну, например, по дереворазрушающим грибам Есть такие, которые на живом дереве Потом уже в следующей стадии уже те, которые, ну, такой на мало разрушенной древесине Потому что меняются, все время меняются, годами эти виды Потому что они специализированы на, ну, на, как это, разные Ну, разная степень разлагаемости древесины, да И самое главное, чтобы вот если этот гриб, он разрушил древесину до какой-то степени Чтобы было место, где посеять спор и где вот продолжать расти дальше Чтобы была эта вот старая древесина в лесу У нас еще звонки от радиослушателей Здравствуйте, доброе утро Алло Доброе утро, здравствуйте Да, здравствуйте, спасибо огромное за такую интересную передачу А вот у меня такой вопрос Вот популярность сбора грибов, вот Она в основном наблюдается как вот, ну, в Латвии, в России, на постсоветском пространстве А как вот про другие страны Я, например, знаю, что, ну, там, в Соединенных Штатах, там, вообще нет такого понятия, там, или в Западной Европе Вы, случайно, не знаете, в таких странах настолько же популярны Да, у меня как раз, ну, вот в музее осталось У меня есть такая карта, где это, ну, по странам Европы, там, грибов, ну, любящие грибов И те, которые, ну, боятся грибов Но я теперь так все хорошо не помню Но я помню, что в Италии тоже любят грибов А так, вообще-то, да, в большинстве Западной Европы как-то люди боятся И, ну, там, лесов меньше осталось И в Скандинавии я знаю, что там тоже люди Иногда там много таких любителей, которые интересуются грибами Но иногда вот такие случаи, что они собирают, да Там сфотографировали, посмотрели, определили и оставляют Да, как-то вот непопулярно, как, ну, собирать Я была в Канаде, там очень много вот тоже таких любителей Там бывают вот такие, ну, лагеря, где вместе ходят грибы собирать и микологи И те, которые вообще первый год, ну, ходят и учатся Но это вот как-то, ну, наверное, какой-то, ну, действительно вот такие люди, которые специально этим интересуются А вот если говорить и вернуться к тем мифам, которые существуют о грибах То есть существует и такой миф, что грибы якобы вот нужны в нашем рационе Потому что их издавна собирали И, скажем, на Руси, если говорить, скажем, о русских людях И в Латвии тоже собирали Якобы вот нужны их, вот они нам просто необходимы И нужны в пище, вот это правда? Или нет такой необходимости? Ну, я не знаю, наверное, ну, там нет никаких таких веществ, которых, ну, нету, ну, нигде Ну, трудно сказать Я думаю, что очень многие люди и у нас не едят грибов И у них все нормально, со здоровьем Ничего не происходит Да, ничего не происходит, да Так что мне бы не сказали, что это обязательно Ну, а традиционно, вот если вот так смотреть по фольклорным материалам Я не знаю, как там в русском фольклоре, да О, я знаю, что один вот тоже такой Шляпка есть, ножка есть, значит, гриб можно есть Ну, конечно, это не так, да Ну, больше я еще не знаю Но в латышской фольклоре, ну, там не всегда грибы связаны с чем-то таким хорошим Больше это с какой-то ленью Вот, что грибы едят ленивые люди, которые там, ну, у которых там ничего не выросло в поле, не выросло в саду, потому что они там плохо работали Тогда ничего другого, ну, не осталось, что собирать грибы Так что, ну, так не всегда, что такое очень позитивное отношение Еще у нас звонок есть Здравствуйте, доброе утро Доброе утро Доброе утро Скажите, пожалуйста, я вот хотел бы рассказать вас, можно ли как-то грибы из леса пересадить к себе на лужайку, к примеру? Или как-то, или какие грибы можно пересадить? Вот хочешь, например, боровики растут или лисички к себе как-то распространить, чтобы у тебя на лужайке растут? Спасибо Да, хочешь, а там боровики, вот, кстати, классно Да, ну, самое главное, надо знать, это микоризные грибы или нет И это, если не микоризные, вот, например, шампиньоны, это дело проще, да, можно выращивать Если это микоризные грибы, у них бывает вот связь с каким-то деревом Если вы грибы из какой-то березовой рощи попытаетесь посадить под сосной или под елю, ничего не получится Вам надо вот сравнивать, вам надо, чтобы если вы из соснового леса брали боровики, у вас должна быть сосна И тогда вы вообще можете что-то там пробовать, или там высыпать какие-то остатки, или там, может быть, грибницу пересаживать Ну, да, можно пробовать, и есть люди, у которых это получилось, да, можно, ну, просто все, что вы принесли из леса, и что, все остатки где-то выбросить и ждать, а вдруг что-то вырастет, да Ну, с лисичками может быть проще, потому что у них бывают микоризы с разными, и с березой, и с сосной, и с елью Но, ну, я так, да, я видела, что вот под елю выросла, выросли эти лисички, потому что, ну, там действительно несколько лет подряд все остатки выбрасывали, они выросли А боровики под каким деревом выросли? Бывают разные боровики, бывают еловые, сосновые, березовые Надо смотреть, вот какое дерево в лесу, вот такое должно быть у вас дома Я так понимаю, что это сложно достаточно Ну, достаточно сложно, но бывает, что растут, да А вот собранные грибы, обязательно ли их нужно сразу обрабатывать, как-то перерабатывать и так далее? Или можно их оставить на следующий день, почистить? Потому что, опять-таки, говорят, что они накапливают какие-то вещества, вырабатывают токсичные грибы Ну, они просто портятся Как долго вы оставляете мясо непереработанное? Я? Да Недолго Ну, вот так, и грибы, вот, как вот, как ответить, да, ну, тоже, недолго, да Ну, какие условия бывают, какие грибы, да, какая температура воздуха там у вас в комнате или в холодильнике, если держите Ну, да, как мясо А давайте вот в порядке предостережения поговорим о самых ядовитых у нас грибах, как они выглядят, смертельно опасных Что у нас, какие у нас есть? Ну, самые-самые эти опасные, это бледная поганка и мухомор белый или вонючий там Там мухомор белый растут в, ну, еловом лесу и бледная поганка только под дубом Но иногда дуб встречается и в каком-то хвойном лесу и довольно далеко от этого, ну, плодового тела, потому что, ну, надо, как долго, как далеко корни уходят, да, как еще эта грибница от этого дерева Так что бывает иногда, что гриб как будто растет под березой, а это микоризный гриб дуба, а дуб где-то там 200 метров Это самые опасные грибы, да? Самые опасные это, ну, обязательно, если смотреть вот это надо, тогда, если есть какие-то, ну, вам кажется, что это может быть мухомор, или вы хорошо не знаете этот гриб Надо смотреть этот, ну, как, ну, у грибов нет корня, ну, мы обычно так говорим, ну, что корень, да, ну, надо, это основание ножки И у мухомора, у основания это такое, ну, утолщение и еще такое, ну, мешочек, ну, как пленочка Пленочка, да, это обязательно надо смотреть Ну, это действительно смертельно ядовитые грибы Вчера в Риге я тоже нашла один смертельно ядовитый гриб Это волоконница кирпично-красная И этот гриб, ну, как, ну, наверное, больше напоминает, ну, как люди говорят, все незнакомые грибы и несъедобные поганки Ну, такая поганка, да, но в начале этого развития она довольно такая чистая, белая, но очень быстро краснеет И как раз, ну, вот я так считала, это самый главный признак, очень быстро краснеет А вот та, что я нашла в прошлом, ну, вчера, да, она как-то, ну, не краснела Но я все-таки уверена, что это, да, что это все-таки тот же самый вид А может, они как-то мутируют? Ну, нет, это тоже зависит как-то от условий Может быть, очень молодая была, вот постарше они краснеют быстрее Так что все эти признаки, они, ну, это мы не можем, вот как поставить Иногда говорят, что можно сделать этот определитель в компьютере И там обязательно должны быть вот это, да или нет А иногда с грибами очень трудно сказать вот это, да или нет Потому что очень часто вот этот признак такой, очень, ну, невыраженный бывает Может быть, просто у некоторых людей честье развито вот на грибы? Не кажется вам так? Ну, опыт, наверное, все-таки Ну, опыт, да, наверное, должен быть опыт И если человек знает только лисичку, пусть собирает только лисички, да Очень хороший такой способ изучения грибов, это просто их, ну, вот как собирать фотографии разных видов Делать свою коллекцию фотографий, потому что фотографируя грибы, еще никто не отравился А если вот вы уже один раз этот гриб видели, другой раз И уже как-то стали смотреть на какие-то мелкие признаки Уже как-то начинаете отличить один гриб от другого И вот так постепенно самому учиться можно и нам присылать фотографии, но только очень больно в музее природы Только очень большая, ну, просьба Маленькие, маленькие эти фотографии Ну, потому что у нас обычно уже летом этот наш ящик уже перегружен, да И так у нас очень... Ну, конечно, нам трудно уже осенью всем ответить, но мы стараемся ответить У нас иногда приносят грибы, оставляют, оставляют свой номер телефона Но надо считаться, что мы тоже иногда бываем в лесу, бываем в отпусках И нас не так много в музее, да, так что... Но мы стараемся ответить Какая-то выставка планируется в этом году традиционно? Да, это в сентябре будет выставка, но там опять надо смотреть, какие будут условия Но за эти 30 лет, пока я работаю в музее, у нас, наверное, было 2 или 3 года, когда выставка не состоялась Потому что, ну, не было грибов И один год был такой, что у нас, ну, мы прервали выставку И как, ну, там у нас 2 дня была выставка, и мы поняли, что не можем продолжить Потому что был заморозки, и грибы просто замерзли И, ну, было... Ну, потому что мы очень зависим от условий А вот спрашивают наши радиослушатели, у нас еще есть несколько минут Как, значит, пользуешься и такими, и таки, и так далее, вот такие экзотические грибы? Ну, шитаки, да, ну, и сколько... Я могу сказать, что они очень вкусные, да Но иногда, по-моему, эту пользу немножко преувеличивает Да, потому что любой бизнесмен хочет свой товар продавать, да И немножко... Ну, там, конечно, есть очень многие хорошие свойства Но я не думаю, что есть такие грибы от всех болезней И обязательно вам продолжить жизнь до 150 лет, да Так что, ну, надо реально смотреть на вещи, да И, ну... Ну, как... Реклама бывает реклама, да Еще давайте примем один звонок Последний, да, наверное, в этом часе Здравствуйте, доброе утро Здравствуйте, меня зовут Александр У меня несколько раз так было, что вот я иду, допустим, на делянку Смотрю, грибок маленький растет Ну, думаю, вечером его побольше он вырастет, срежу Но бывает так, что он совсем больше не вырастает И говорят, есть такое поверье, что если на гриб посмотрел, то он больше не растет Да, да, ну, я как раз вот хотела вот про это поверье, да У меня тоже, ну, в саду выросли там, ну, эти, ну, саундбекеры И я два дня назад сфотографировала, какие они маленькие Ну, конечно, я смотрела и даже фотографировала И сегодня я сфотографировала, какие они уже большие Так что я могу, не знаю, наверное, где-то на каком-то сайте поставить, что это неправда Да, ну, конечно, никто, ни один гриб не перестанет расти, если вы на него посмотрели Но почему он не вырос, да, там тоже могут быть разные условия Что, ну, не всегда они вырастают очень большими И иногда они такими вот и маленькими остаются А правда, что в сухую погоду грибы могут быть больше червенными? Чем обычно? Ну, да, потому что, ну, если сухо и жарко, может быть, это уже надо энтомологам спросить Как там цикл развития этих насекомых, которые портят грибы Ну, скорее, да, чем-то Да, да, скорее, да Хорошо, спасибо вам большое за то, что к нам сегодня заглянули Очень был интересный эфир Я думаю, что многие после него отправятся в лес за грибами Тем более, что до субботы тут осталось всего Чуть-чуть напомню, что у нас сегодня в гостях была Микола, руководитель отдела ботаники Латвийского музея природы Инта Даниэла Еще обязательно вас пригласим Я думаю, что осенью, когда уже начнется такой настоящий грибной сезон Мультимедийный информационный портал